А до сих пор никто не понял, что такое демократия. Вот, что демократия – это не заменить Лукашенко на второго, помоложе покрасивший на другого, типа Пал Палыча, Латушка или ещё кого-то. И он за нас всё порешает. Ну, потому что он же может, то есть он же сильная рука, зырьте, сколько у него всего, включая людей. Или наоборот. А как это так? Если вас не было 30 лет в этом сопротивлении, то вы изначально кусок говна. И поэтому, сорян, мы тут 30 лет взмогались, а вас вообще к стенке всех, вот этих, в двадцатом, которые цветочники, адины, из-за вас всё. И вот эта вот палитра, это я вам две крайности, да, как бы показала. И в этой палитре разумных мнений очень мало, как мне. Другого народа у меня для вас нет, да, как сказал товарищ Сталин. Вопрос не в народе. Вопрос в том, что людям настолько задурена голова за эти четыре года. У кого-то Франок Вечёрка во всём виноват. У кого-то там ещё кто-то. То есть поиски виноватого и вообще мало кто спрашивает про будущее. Вот про будущее. Я понимаю, что оно туманно, как утро седое, потому что непонятно, каким образом закончится война, непонятно, в какой точке мы все будем находиться, непонятно, сделают из Беларуси полигон, на котором не будет ни одного живого места, или всё-таки как-то мы успеем встать каким-то щитом на этом пути. То есть, конечно, этого ничего не понятно, но всё равно невозможно, нельзя не мечтать, нельзя не думать о том, какой будет наша страна после того, как всё закончится, после того, как там не будет этого негодяя, после того, как выйдут люди из тюрьмы. И это хорошо, что люди, которые с пониманием относятся к моей позиции, что будущее важнее прошлого, тоже есть, но мне кажется, они в меньшинстве, а будущее важнее прошлого. Смотрите, вы в самом начале сказали, что я, конечно, понимаю, в какой гадюшник я лезла, но, да, а почему же гадюшник? Вот, пожалуйста, глава избирательной комиссии Координационного совета приходит, предложила Азарову сняться с выборов, чтобы целым списком не сняться, да, убирайте свою кандидатуру, и тогда останется список. Азаров сказал, нет, я не буду. То есть, глава избирательной комиссии, сделала всё, что может. Вот у Турарбековой в списке, значит, больше мужчин, чем надо. И два мужчина согласились сняться для того, чтобы выполнить гендерную квоту. Где ж тут гадюшник? Смотрите, как всё красиво. Лена Приходько как раз человек, который выполняет свою работу исключительно профессионально. Это камень не в огород избирательной комиссии. Понимаете, Костя? Извините, ради бога, вот, пожалуйста, новость. Отстранили закон и порядок от участия в выбор консенсовет. Всё. Ну, это очень плохо, потому что там очень много умных людей, на которых я рассчитывала. И я сейчас говорю не о Базарове, я говорю сейчас о некоторых женщинах в этом списке, о Саше Ракицком. Они действительно знают и могут многое сделать для Беларуси будущего. В данном случае круче Ракицкого никто не напишет закон иллюстрации. Мы уже наблюдали, как два года Пал Павлович Латушка занимался переходным периодом. То есть им не занимался никто. Я сейчас... Не, Пал Павлович в этом смысле как раз-таки камень не в его огород, потому что Пал Павлович сделал важную работу по санкциям, по остальным каким-то мероприятиям. я не совсем понимаю насколько это действительно затратно по времени и по количеству людей, которые в этом задействованы. Ну, наверное. То есть здесь я могу только положиться на слова о Латушке. Так вот, снятие законного порядка, группы законного порядка, на мой взгляд, это катастрофа. Это катастрофа. То, что Азаров не сложил с себя полномочия и не ушел, признав свою ошибку. Это нужно было сделать. То, что команда, которая понимала, что он косякнул, повела себя как реально классная команда, которая не сдает человека, который их собрал, даже если он совершил ошибку, это команде Азарова только плюс. То, что Азаров не имел права использовать план Перамога в своих личных целях, условно, на мой взгляд, это очевидно. И все остальное это следствие того, что все делают некие действия, которые могли привести к чему угодно. сохранить Азарову репутацию можно было одним жестом, сказав, я не прав, я ухожу. Номер два Александр Ракицкий занимает мое место, мысленно рядом, всегда буду рядом с вами. Это было бы правильно, на мой взгляд. Татьяна, да, мы потеряли хорошую команду. Смотрите. Турарбекова это сплошной популизм и полное непонимание вообще ситуации. Вот, наш общий тон разговора, он довольно трагический такой, если такой, драматический. Тут вот плохо, там плохо, тут вот эта катастрофа, что Азарова сняли, Турарбекова популизм и так далее. Давайте попробуем перейти, теперь я хочу у вас спросить про вашу программу, с чем вы идете? Сейчас мы абстрагируемся от того, какое влияние будет иметь КС, в принципе, пока что мы об этом не будем говорить. А вот с чем вы идете в КС? Вы хотите победить? Почему? Зачем? Чтобы что? Я иду с командой, которая достаточно профессионально давно работает на странах, в которых есть участники, группа «Хватит бояться» на почве релокейта, релокейта бизнеса, на почве установления связей и помощи белорусов в Польше и Украине. Моя задача в данном случае в рамках КС, я не знаю, в каком по итогу выборном списке мы получим все эти 8 человек, моя задача, которая, я считаю, важной для белорусских демократических сил, это чтобы с нами стал разговаривать официально, прям, публично, официальные лица Киева. Я сейчас даже не говорю о Зеленском, потому что Зеленский это, скажем так, отдельная история. У нас есть чем заняться, в том числе на фронте установления плотных связей с Украиной, потому что никто, кроме Украины, нам по итогу не поможет вернуть нашу родину. Если кто-то думает по-другому, ну что ж, желаю им удачи. Чтобы Украина помогла нам, нужно сначала помочь ей. Иначе, знаете, намерен помощь в Украине, диалог с официальным Киевом, это одна из ключевых позиций, но мы начинаем с помощи. И с помощью белорусам в Украине, потому что у нас очень много нерешенных проблем. Сами по себе они не решатся. Сами по себе, ну, смотрите, мы уже проходили частично этот путь до полномасштабного вторжения. Мы организовывали, я с группой, будучи вообще никем, просто, ну, мы просто люди, просто белорусы. Мы организовывали и эти самые межкомитетские слушания, и диалог с депутатами Рады. Если бы вот это все не случилось, то я думаю, что уже бы все мы, все основные, по крайней мере, проблемы белоруса в Украине, но пока мы все в тяжелой и достаточной ситуации. Вы говорите, что у меня трагический тон, он действительно такой слегка неоптимистичный. Я к вечеру к дебатам буду уже, наверное, в немножко другом, эмоциональном состоянии, мне еще надо долететь до Варшавы. Мне всегда очень болит за белорусов, которые, исходя из всего происходящего, они смотрят на одно, на второе, третье. И у них просто опускаются руки, и они идут жить, жить свою жизнь. Мне очень нравилась команда Азарова, «Елки-иголки». Не важно, какой Саша. У Саши дохрена проблем. С личными качествами у него вопросик. Я хочу все-таки сейчас мы на шаг назад, а потом вот эту можем тему развить про белорусов, которые смотрят на все со стороны. Вот еще раз про диалог с Украиной мне интересно. Смотрите, насколько я знаю, Кизим, спецпредставитель по Беларуси, бывший посол, подоляк, всегда в контакте с Ветшоркой, с Лебедько, Есть еще Гончаренко, его команда за демократическую в контакте с Латушко и который поддерживает калиновцев. То есть, ну, что еще нужно для диалога? Что вы? Может, вы какие-то фамилии назовете? Каких-то знакомых? Я не знаю, каким образом вы собираетесь? Мы говорим диалог. Что скрывается за этим словом? Решение проблем, а не диалог. Диалог уже четыре года. Гончаренко, Кизим, после того, как его отозвали из Белоруссии, а кого вы назвали? Подоляк, да? Вопрос же не в том, что кто-то с кем-то не разговаривает. Разговаривают, фоточки делают, да, меняются мнениями, мы, ну, как бы, процесс идет. Только он не приводит ни к какому результату. Понимаете, в чем проблема? Какие проблемы? То есть, какой результат? Вы хотите решить, вот вы видите, решение проблем белорусов. Что это за проблемы? Можете, помимо того, что в полку Калиновского погибают люди? Да. Две основные проблемы у белорусов в Украине сегодня. Их невозможно решить, наезжая на денечек в Киев или куда-то, сделав фоточку в бронике или в камуфляже и уезжая обратно в Европу. Так вот, первое, ну, скажем так, их много, но две, а я думаю, что получится решить. Это признание Украины просроченных паспортов, чтобы людям не аннулировали ВМЖ. Банки, да, ну все, просроченный паспорт, а реведерчест, монет. И второй момент, он с одной стороны даже комичный, что не требовали справку о несудимости апостелированной, потому что, простите, судимость для белоруса сегодня, это как раз таки справка о том, что хороший человек и неплохой. вот эти два момента, с них надо просто начинать, потому что вот это наваливание всего в кучу, а еще мы хотим вот это, а еще у нас тут выплаты не такие, а еще у нас добровольцы потом, если, значит, хотят демобилизоваться, Украина их сразу выкидывает, а они хотят сразу гражданство получить. В общем, там много нюансов, которые требуют проработки, но это не, понимаете, это невозможно сделать, сидя в Европе, еще раз говорю, да, и просто там периодически списываясь с какой-то, с каким-то человеком в Украине, фамилия которого Гончаренко, Кизим там или подоляк. Это должна быть системная работа, где юрист готовит документы, и дальше эти документы идут по всем абсолютно инстанциям в законном порядке. Я это делала уже два года назад. Вопрос. Зачем вам для того, чтобы поднять этот шорох, назовем это так, да, и поднять этот вопрос всерьез, в полный рост и попытаться эту проблему решить для белорусов украины? Зачем вам Координационный совет для этого? Ну, потому что в данном случае я говорю от имени белорусов, а не от имени только себя. Вообще, Координационный совет этого созыва важен, потому что это первые, вообще, первые честные демократические выборы в парламент, назовем так, условно, которых никогда не было в Беларуси. Это исторический момент. Вообще, белорусы придут, не придут. Я понимаю, что сейчас все говорят, боже, там опасно и так далее. Вот в головы, губопом и всеми остальными негодяями просто запихнули уже, что мы смотрим за вами, каждое нажатие кнопки опасно. Окей, а мир смотрит на это и не понимает. Окей, мир понимает репрессии, белорусы не могут выйти и показать, что они против войны. Окей, мир понимает, белорусы не могут сбросить Лукашенко, потому что там бегает силовиков больше, чем обычных граждан по улицам. Но мир не понимает, когда белорусы даже кнопку не нажмут проголосовать. Потому что если нет, то белорусский вопрос будет закрыт на 10-15 лет вперед. А все идет к тому, потому что негодяев прибежало и популистов гораздо больше на эти выборы. К сожалению, да, мир не понимает, но это, как говорится, проблема не мира. Это правда. Это не мира, потому что только наши. Смотрите, а мы знаем уже, что легитимным в случае, хотя та же Алена Приходько она не говорила нам, ну то есть нет каких-то цифр, после которых можно сказать, ага, вот выборы состоялись, у нас есть Коляционный совет. Так или иначе и Штаты, и Евросоюз признают этот орган легитим. Ну понятно, что будет решаться, но если проголосует пять человек, то наверное нет, но вот. Но это Штаты, Евросоюз. А что Украина, вы что-нибудь слышали? Насколько она будет разговаривать, насколько официальная Украина будет разговаривать с вами, как представителем Коляционного совета, насколько она признает этот орган со стороны Беларуси? Особенно учитывая, что у них там так хорошо решаются дела под ковром с Александром Григорьевичем. Я сейчас без упрёка. Мне кажется, связь. зависла, зависла Татьяна. А так хорошо. Ну вопрос, понимаешь? Конечно. Вот. То есть Европа, да. Америка, да. А Украина? Да. Вот сейчас попробуем. Попробуем ещё раз перепрошиться. Да, всё хорошо, обращаемся. Давай. Сделай что-нибудь, хоть что-нибудь. Ну сделай хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Хотя бы фотографию. Это интересный вопрос. Фотографию оставляю. Ну в принципе. Ну не в худшем браке. Да, я тоже. Рот открыл, человек и сидит. Да, что ж. Нормально. А пока, слушай, нам же приходили. Да, во-первых, Музя. Добро пожаловать на уровень постоянный зритель. Музя. Дякую, что вы знаете. Ну это уровень. И Монабай за 59,99 золотых пишет. Вчера в интервью Еврорадио Мартынова сказала, что все члены КР, Крадиционной Рады, должны поехать в Украину и там пройти полиграф. Как она себе это представляет, что это, если не популизм? Зададим Татьяне этот вопрос. А, телефон перегрелся. Телефон перегрелся. А потому что он на солнце стоит. Точно ж? Нет. Да, да, да. Вон солнце. Телефон перегрелся, потому что разрыв между реальной зарплатой Мартыновой и производительностью труда достаточно велик. Это называется перегревом телефона. Мы вчера об этом говорили с экономикой. Телефон зарплаты получает? Или телефонами получает? Откуда я знаю? Это уже подробности. Перегрелся телефон. Беларусь экономикой перегрелась. Вот, все, все, поймали. Хорошо. Я надеюсь, что как-то этого не случится, потому что я реально в походных условиях. Видно. Татьяна, вы слышали вопрос или нет? Насколько Украина готова признать Координационный Совет? Насколько Украина готова признать Координационный Совет? Да, если они так ловко с Лукашенко общаются под ковром, да, вот, что они будут? Подождите, подождите, перестаньте, это все, вот это все, опять же, ну, утверждения, за которыми очень мало правды. Да, был период определенный, как вам сказать, определенных вот этих подковерных, да, разговоров с Лукашенко. Он был. И то не с Лукашенко. Я даже могу сказать, через кого, потому что это давно уже открытая информация. Через замечательного, так сказать, секундочку, граждане, боже, сейчас, 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 сейчас я все сделаю. Потому что я не могу его поставить на телефон, не могу поставить куда, где он был. Там жаль. Иначе там солнце, он потеряет. Да, значит, смотрите, есть такой депутат, Евгений Шевченко. У нас его в Украине называют агент Картошка. Значит, он, помните, ездил к нему, к Лукашенко, еще до того, как у Лукашенко. Да, ну вот, собственно говоря, через него. Вот. Но, то, что происходит сейчас, это уже принципиально другая позиция. Не все, к сожалению, можно говорить в эфире, потому что есть открытая информация, есть открытые круглые столы по Беларуси, которые проходят, есть закрытые. На закрытых говорится больше и, естественно, но они происходят в формате, при котором мы не можем озвучивать некоторые, да, направления деятельности конкретных людей. Все идет в правильном направлении, но очень важно и для Украины в том числе поймите правильно, чтобы хотя бы какое-то количество белорусов, менее не вменяемое, проголосовало за Координационный Совет. И в этом смысле уже даже не важно за кого, чтобы люди просто пришли на выборы. Потому что иначе история про то, что белорусам это неинтересно. Да, я почему говорю, что моя зона ответственности Украина. И, безусловно, если я прохожу в Координационный Совет, если белорусы голосуют за меня, то в Украине я максимально эффективна. Я там давно, меня там все знают. Я там голос белорусов. Но, господа, если белорусы не прийдут, моя позиция не изменится, я все равно буду делать то же, что и делала. Но только это, знаете как, будет несколько иной уровень. Потому что правда в том, что каждая следующая группа белорусов, которая приходит, приезжает, разговаривает с представителями официального Киева, поливает дерьмом всех предыдущих и говорит, давайте разговаривать только с нами. И у официального Киева взрывается мозг. При этом, при всем, когда мне просят, Таня, поясни, я говорю, ребята, а вот у вас в РАДе, ну так прям единодушие и благодушие. Это демократия, это нормально. Единственное, что, не надо это делать под ковром. Вот в этом суть. Надо идти в КС, надо все заседания делать прозрачными, надо принимать резолюции по Украине, условно говоря, что мы и как, надо писать коллективное обращение от всех, а не просто от Татьяны Мартыновой и ее друзья, как это происходило всегда в Украине. Татьяна Мартынова и там еще трысу полки. Так это не работает. Послушайте, но если я правильно понимаю, то по сути все зависит от нас с вами сейчас. Я имею в виду от белорусов. Если 5 миллионов человек нажмет кнопку, условно говоря, ну, у нас же много, нас же там. а избирательно там, ну пусть, хорошо, если миллион человек нажмет кнопку, все вокруг просто иают. И Украина скажет, ну-ка давай, это что там латушка расследовал, ну-ка, ты думаешь, так они сразу вот. А вот, ну, мы не знаем, как это будет, но если проголосует 5 человек, я знаю, как будет. А если проголосует миллион, мы не знаем, как будет. Ну, ведь так я вижу ситуацию. Наверное, черт его знает. Может, я же ничего в политике не понимаю и горите вы со своей политикой, но так вот бог распорядился. Надо же рассказывать людям про то, что происходит. Хорошо. Давайте так, в политику из нас в 20-м году не собиралась большая часть тех, кто сегодня ломанулись в политику. И это нормально. Потому что, к сожалению, ну, мы в такой вот патовой ситуации. Ну, ладно. не так все планировали жить. Да, жить точно не так планировали. Вопрос вам пришел, прям задонатил нам человек. Вчера в интервью Еврорадио Мартынова сказала, что все члены КР должны поехать в Украину и там пройти полиграф. Как она себе это представляет? Что это, если не популизм? Значит, смотрите, вранье и передергивание. Меня спросили, считаю ли я, Лукашук, что все члены Координационного Совета, прошедшие, должны проходить полиграф. Я сказала, да, и причем в Украине. Объясняю, почему. Потому что Украина максимально заинтересованная страна в отсутствии агентов Кремля, Рашки и ФСБ. И, собственно, поэтому у Украины уже есть наработанный опыт, которого нет ни у Польши, ни у Литвы. Потому что в Украине проверяют пачками, просто пачками. А прогнать 80 человек через полиграф в Украине это вообще не проблема. это не популизм. Более того, если я думаю, что мы там каким-то образом выйдем к ассоциации украинских полиграфологов, а их две, и я знакома с обеими, с просьбой организовать нам такой маршрут, скажем так, то они с радостью это сделают. Другой вопрос, граждане, что большая часть Координационного Совета они в жизнь не согласится это делать. Белизм. А знаете, с кем будет следующий скандал? Хотите, Вангую. Давайте. После Ковальковой. С Егоровым. Записали, проверим. Это не тот ли это Егоров, который в блоке Прокопьева с ним? Именно тот. Одноименный. Это просто. Считайте, запомните этот твит. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Татьяна, почему Романчук к вам не присоединился? Вы хотели, он отказал или вы не предложили? Почему такая глыба, как Ярослав Романчук не пошел туда? Романчук рядом со мной, он будет полностью присутствовать в нашей группе как консультанты, человек, у которого уже все давно написано. Он не пошел в этот КС, именно потому, что он уже наелся вот этих вот историй и то, с чего я начала. Ярослав прошел уже все это замечательное белорусское псевдо-оппозиционное движение еще в 2010 году, где ему прилетело, он не готов тратить на это жизнь. Скажем так, позиция Ярослава иди поучись. Хлебник, как я, да, вот этого всего дерьмища, а я еще потом значит, собственно, а там и мы подтянемся. Вам пишут, Мартынова, воруши муравейник. Да, хорошо. Ничего, ничего, я крепкий орешек, поэтому я, конечно, это, переживаю, да, переживаю, но я попереживаю, попереживаю и потом иду, делать. Хорошо, Татьяна, у меня, в общем-то, вопросов больше нет, я услышал, как бы, направление, услышал, зачем вам все это четко, блин. Спасибо. Спасибо. И еще раз какой-то номер. 10. 10, извините, 10. Но это все вообще не от нас зависит, скажем мы, не скажем. Захотят люди, придут голосовать. Не захотят, не придут, не проголосуют, дело такое. Вот, спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Удачи вам и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok